МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Афонтова новости. В студии Виталий Поляков. Мы в прямом эфире и через пару секунд расскажем о проблемах на молочной кухне, о чёрной пятнице и многом другом. Смотрите выпуски. Детская молочная кухня не для всех. С 1 декабря нам выписали рецепт только на кашу. Кому теперь положены детское молоко и творожки? 3,5 тысячи кубометров снега. Куда его вывозят дорожники? Развязка на 2-й Брянской. Асфальт сушен, греем, температура тёплая и красим. Успеют ли строители её сдать до конца месяца, как обещали мэру? Мы начинаем. Молодые мамы обеспокоены нововведениями, которые ввело Министерство здравоохранения. По их словам, на молочных кухнях перестали выдавать творог и кефир для детей. Многие получают только каши и смеси. Все остальные педиатры предлагают покупать в магазинах. Ольга Хохлова сегодня выслушала тех, кто столкнулся с этой проблемой. 1 декабря. Анастасия ходит на молочную кухню уже почти 2 года. Получает для маленького Артёма смеси каши, творог и кефир. Но в ноябре педиатр заявил, что кисломолочка семье с доходом ниже прожиточного минимума больше не положена. Претендовать на бесплатные продукты могут только дети с низким гемоглобином, недостатком веса и роста. С 1 декабря нам выписали рецепт только на каши. Так нам сказал педиатр, что молочку выписывать не будут. Есть, конечно, которые не могут даже себе позволить этого купить. Очень выручала молочная кухня. На молочной кухне старшая медсестра разводит руками. Слухов много, сама уже окончательно запуталась, кому выдаёт продукты. То ли малоимущим, то ли семьям с маловесными детьми. Говорит, слова мамочек, которые посещают этот раздаточный пункт в Академии, сильно разнятся. Ограничения разбираются они с докторами. У нас документ, это вот рецепт. Вот рецепты мы на них выдаём. Чтобы разобраться в этой сложной истории, красноярки собрали более 500 подписей и направили обращение к депутатам законодательного собрания. Они надеются, что народные избранники смогут внести ясность и возобновить обеспечение кисломолочкой всех нуждающихся. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова новости. Этой проблемой заинтересовался депутат законодательного собрания края Александр Глесков. Он считает причин для ввода подобных ограничений две. Первая, таким образом правительство пытается сэкономить на краевом бюджете и детях. А вторая заключается в элементарной лени чиновников. Я задавал этот вопрос представителям правительства на комитете. Объяснения путаны, что нет регламента, непонятно, к какому виду социальной поддержки это всё отнести. Я вопрос этот поднял уже на сессии, обратился к губернатору. Предложил ему вмешаться, раз правительство не реагирует на обращения родителей и депутатов. Губернатор обещал разобраться, найти возможность решить проблему. Ситуацию нам сегодня разъяснили в Министерстве здравоохранения. Специалисты уверяют, что выдача кисломолочной продукции будет осуществляться и дальше. Но только для тех, кто уже является получателем. Для них такая мера социальной поддержки сохраняется. А вот семьи, которые собираются только подавать документы на получение бесплатных продуктов, смогут претендовать лишь на каши и смеси. Конечно, если нет показаний по здоровью ребёнка. Дело в том, что суть заключается не в том, чтобы взять, просто накормить всех детей. Это мера для детей больных. Понимаете, это то же самое, как мы выписываем лекарства. Если вы из малообеспеченной семьи, это же не значит, что мы вам должны эти таблетки просто так выписать. Должны быть показания. Ну а как вы считаете, справедливо ли выдавать одним, а другим отказывать? И вообще, нужны ли молочные кухни, или лучше их заменить денежными компенсациями? Звоните нам в прямой эфир и высказывайтесь. Телефон нашей студии 261-62-63. Чёрная пятница. Сегодня в торговых центрах города большие скидки. Традиция устраивать распродажу после Дня Благодарения пришла к нам из Штатов и прижилась. Куда бежать и где этот рай для шопоголиков? Сейчас расскажет Клавдия Стельмахович. Она напрямую связь со студией. Клава, всё-таки где они, скидки года? Добрый вечер, Виталя. Мы сейчас находимся в торговом центре Планета, где вот сейчас проходит масштабная распродажа «Чёрная пятница». Скидки доходят до 70%. И вокруг много людей, которые с удовольствием набирают для себя вещи и подарки к предстоящим праздникам. Мы сейчас спросим, как сегодня покупатели, какой спрос сегодня у продавца по делу шапок. Наталья, скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со спросом? Всё так же, как всегда, как обычно, в выходные дни. Ажиотажа никакого абсолютно нет. Но дело в том, что у нас сама концепция в продаже совершенно другая, нежели чем в других магазинах. У нас сегодня стали к «Чёрной пятнице» что-то менять и делать сумасшедшие скидки, да? У нас нет сумасшедших скидок, но дело в том, что мы, например, сделали при покупке шапки вторую в подарок. Тоже приятно как бы покупателям. И громко очень. Дело в том, что, например, Массимо Дотти, да, вот, сделала 20% скидки. И это привлекает покупателей. У них больше, например, покупателей, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Но я расскажу, что здесь сегодня проходит не только такая масштабная распродажа, но здесь же проходило и шоу, которое включало в себя дефиле. Здесь вот от шоу осталась хор-музыка, которую мне приходится перекрекивать. Здесь показывали, демонстрировали разные моды. Сейчас мы попробуем спросить у красноярцев, которые идут с пакетиками, что они нашли. И здесь вот сейчас мы спросим. Здравствуйте. Ну вот, как-то не очень хотят с нами разговаривать. Расскажу, что в Красноярске регулярно проходят подобные распродажи «Черные пятницы». В этот раз это не совсем ночью сумасшедших распродаж. Это такая дневная история. Со скидками планеты работают сегодня в обычном режиме. В Россию «Черные пятницы» пришли в 2013 году. Традиция пришла из Америки, где традиционно после Дня Благодарения, который приходится на последний четверг ноября, происходят в пятницу большие распродажи, куда люди приходят и покупают подарки рождественские. И вот именно с этого дня начинаются рождественские распродажи. Ну вот есть девушки, которые участниц распродаж. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня нашли? Вы не убегайте, у вас прямое включение. Вот сейчас вас все видят. Что вы сегодня нашли для себя? Я сегодня, смотрите, нашла вот такую вот кофточку. Отлично. Вот досталась ли она вам со скидкой? Не знаю, честно. Ну ладно, спасибо вам большое. Носите с удовольствием. Ну, собственно говоря, вот такой была сегодняшняя... Вот такой была сегодняшняя черная пятница в Красноярске. У меня на этом все, Виталий, спасибо. Большое спасибо тебе. Ну, а прямо сейчас у нас в студию уже поступил звонок. Напомню, сегодня мы спрашиваем, нужны ли молочные кухни, или лучше вот выдачу кисломолочных продуктов заменить денежными компенсациями. Здравствуйте. Как вас зовут-то и говорить? Ваше мнение. Здравствуйте. Сергей зовут. Алло. Мое мнение, что ни в коем случае нельзя заменять денежной компенсацией, потому что в точной кухне это все-таки продукт, который выдается ребенку, и который для малообеспеченных родителей. Более-менее обеспеченные могут и так молочные продукты покупать. А малообеспеченные родители могут использовать эти средства не по назначению. К сожалению, так вот у нас бывает, то, что многие живут там на детские компенсации и тому подобное. Этого совершенно не стоит делать, и стоит именно выдавать молочные продукты детям. Я сам, только ребенок вот 9 лет исполнилось. Мы никогда за этим не обращались, но я вот категорически против, чтобы выдавались денежные компенсации. Спасибо вам большое. Действительно справедливо. Напомню, телефон нашей студии 261-62-63. Звоните и высказывайтесь. Ну а мы идем дальше. Два большегруза лоб в лоб столкнулись по Дачинскому на 636-м километре трассы М-53. Оба водителя погибли. Пассажир доставлен в больницу. По предварительной версии, один из водителей выехал на встречную полосу движения, после чего и произошло столкновение. Из-за ДТП движение на данном участке для больших грузов было ограничено. На месте работали сотрудники дорожной полиции. Сейчас движение там нормализовалось. Развязку на 2-й Брянской могут не успеть сдать в положенные сроки. Напомню, глава города Эдхам Акбулатов поручила сдать дорогу к концу ноября. Осталось всего пять дней, два из которых выходные. Ольга Хохлова побывала сегодня на месте и видела, сколько еще работ предстоит выполнить подрядчику. Главным замечанием к строителям был тот факт, что они не успевают положить второй слой асфальта. И первую многоуровневую развязку, которая соединяет улицы Майерчака, Калинина и вторую Брянскую, пока решено сдать в таком виде. Автомобили поедут по дороге с одним слоем покрытия. В октябре на спуске в сторону Калинина не было вообще никакого слоя асфальта. Если он здесь сейчас, история умалчивает. Под толстым слоем снега ничего не разглядеть. Понятно одно, что предстоит большая работа по очистке дороги. Вот такие шумозащитные экраны должны быть установлены вблизи соседних домов. Это делается для того, чтобы жителям не мешал автомобильный гул. Мы прошли по всему периметру многоуровневой развязки и увидели, что экраны установлены не везде. К примеру, здесь пока смонтирован только каркас. Такая же история и с ограждениями. Их нет ни на одном из спусков с развязки. Я считаю, это большой недочет. И успеют ли подрядчики выполнить все работы уже к 1 декабря – большой вопрос. За то время, пока мы здесь находимся, это примерно 30-40 минут, я не увидела ни одного строителя. Зато дорожники уже ведут свои работы. Сегодня они наносят разметку на асфальт. А дорожную развязку можно класть, когда снег на улице? Просушили же мне асфальт, грели. А чем вы его грели? Провелка. А так можно? Вот видите, разница. А так можно, да? Можно. То есть вы его просушили асфальт? Асфальт сушим, греем, температура теплая и красим. Если развязку все-таки сдадут к зиме, то администрация будет заниматься регулировкой светофоров, а также проработкой схемы движения транспортных потоков. Но в любом случае, этой весной здесь предстоит большая работа по благоустройству, а также нанесению дорожной разметки. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова новости. Сейчас мы снова принимаем звонок в студию. Напомню, сегодня мы спрашиваем, нужна ли в Красноярске молочная кухня или, может быть, выдачу продуктов стоит заменить денежные компенсации. Здравствуйте, как вас зовут и ваша история? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я просто сегодня вечером в вечерних новостях увидела, что показывают молочные кухни. И сегодня такая ситуация получилась, что пришли на молочную кухню, получили творожок и кефир. И оказалось, что в кефире прямо маленький таракашка в бутылочке внутри. Маленький таракашка, прям в смысле вот это насекомое, да? Да, насекомое. Я сфотографировала, у меня есть эта бутылочка, она не вскрытая бутылочка, вот стоит сейчас в холодильнике. А на какую кухню молочную обращались, подскажите? В солнечном, 60 лет образования СССР, 35. А вы уже обратились вот туда за разъяснениями, как такое могло произойти? Мы просто получили вечером, перед 8 часами вечера, она работает до 8. Ну, ребенок, надеюсь, не успел попробовать? Я не вскрывала эту бутылочку. Ну, мы обязательно разберемся в этой ситуации. Спасибо вам большое за ваши звонки. Напомню, телефон редакции 261-62-63. Ну, идем дальше. 150 тысяч штрафа заплатит мэрия за яму на проспекте Металлургов. Чиновников привлекли к административной ответственности по результатам июльской инспекции. Тогда сотрудники ГИБДД обнаружили выбоину шириной более 2,5 метров, длиной 2 метра. На нее много раз жаловались водители. Изначально за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения Департаменту горхозяйств был выписан штраф в размере 300 тысяч рублей. Но затем мэрия обжаловала это решение и санкцию уменьшили до 150 тысяч. Ну, а всю неделю город борется со снегопадом. В адрес чиновников сыплятся упреки на нечищенные улицы. Они, в свою очередь, рапортуют за минувшие сутки из города вывезен на 3,5 тысяч кубометров снега. Его увозят на специальные снегоотвалы. Дмитрий Пименов побывал сегодня на некоторых из них и удивился, почему днем так пустынно. Подробности далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это снегоотвал в районе улицы Петра Подзолкова. Здесь трафик более интенсивный. Сказывается близость к основным городским магистралям. Да и водители признаются, везут снег из центра города. В течение часа 4 машины. Это явно небольшой объем для миллионного города. Чиновники уверяют, днем на снегоотвалы Камазы действительно почти не ездят. Основной упор на вывозку снега самосвальным составом идет в ночное время. Так как в дневной у нас идет упор на подсыпку остановок, тротуаров, лестниц в том числе. Этой ночью в городе работало около 100 машин. Всего в течение суток на 9 полигонов они вывезли 3,5 тысячи кубометров снега. Дмитрий Пименов, Михаил Ткачук, Афонтова новости. Еще сейчас мы примем один телефонный звонок. Мы сегодня спрашиваем, нужна ли в Красноярске молочная кухня, или лучше выдачу кисломолочных продуктов заменить деньгами. Здравствуйте, как вас зовут и что вы считаете? Как вы считаете? Алло, алло, говорите, пожалуйста. Алло, алло, я... Да, прошу, говорите. Да, да. Максим меня зовут. Расскажите, вот нужна ли, как вы считаете, молочная кухня, или, может быть, лучше заменить выдачу продуктов деньгами? Ну, вообще-то нужна молочная кухня, потому что... Вот есть матери-одиночки, и... Ну, понятно, это в трудном положении, да? Ну, вот вы, вроде мужчина, звоните по теме молочной кухни. Вот вы как, воспитываете тоже ребенка? Нет, пока не воспитываю, но в будущем буду. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, и продолжаем. Небезопасная рыбалка. Сотрудники МЧС провели рейд по местам подлёдной ловли. С потеплением это занятие становится небезопасным. Как спасатели вычисляют места скопления людей на льду, и какое наказание грозит тем, кто рискует ради улова, расскажет Антон Шевчук. Теперь на вооружении у спасателей есть вот такие малыши-беспилотники. С их помощью сотрудники МЧС могут вычислить места скопления рыбаков на льду. В ближайшее время по всему Красноярскому краю будет еще 9 таких дронов. Не видно никого-то? Пока нет. Место подлёдной ловли было найдено всего через 15 минут. Около 50 рыбаков расположились в заливе острова Молокова. Говорят, улова почти нет и рискуют большинство ради азарта. Штрафовать и выгонять со льда рыбаков спасатели не имеют права. Их задача предупредить об опасности и раздать памятки, в которых написано, как распознать опасный лёд и как спастись, если упал в ледяную воду. Сотрудники проверили толщину льда, предупредили, что если малый лёд, то поближе к берегу подходить. Ну и всё. Мы хотели донести до населения Красноярского края, до гостей города Красноярска основные меры безопасности и какую работу, в принципе, мы проводим на сегодняшний день. На территории края, как мы видим, установилась уже довольно-таки холодная погода. Безусловно, происходит становление льда. Не во всех местах происходит становление льда равномерное. И, безусловно, существует риск провала техники под лёд, людей под лёд. Если оштрафовать рыбаков нельзя, то привлечь автомобилистов за выезд на лёд, возможно. Штраф за это от 500 до 1500 рублей. Недавно спасатели в Дудинке подняли со дна реки провалившуюся под лёд машину. Все, кто в ней находился, погибли. Рейды в рамках акции «Безопасный лёд» будут проводиться каждую неделю по всему Красноярскому краю. Антон Шевчук, Дмитрий Яковлев, Афонтова, новости. Увеличили в три раза. Олимпийские чемпионы будут получать 20 тысяч пожизненно. Подробности через пару минут. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. На меховой ярмарке «Экспофурс» большое поступление. Новая коллекция «Мутона». До конца ноября скидки на всё 70+, ещё 10%. Это «Фонтова новости», мы продолжаем. Красноярским олимпийцам увеличат пожизненные выплаты. Теперь они будут получать 20 тысяч в месяц. Это максимум. Накануне эту инициативу поддержали краевые депутаты. Сейчас чемпионы получают за золото 6200 рублей, за серебряную и бронзовую медали 3750 рублей. После вступления изменений в силу, выплаты увеличат в три раза. За золотую медаль ежемесячно будут платить 20 тысяч рублей, за серебряную 15 и за бронзовую 10 тысяч. Отмечу, что сейчас в крае живут 46 призёров Олимпийских игр. И на выплаты потребуется дополнительно из краевого бюджета 6 миллионов рублей. Красноярские сноубордисты удачно открыли сезон. Баскетбольный Енисей расторг, контракт с игроком. И все эти подробности расскажет наш спортивный обозреватель Антон Соркин в рубрике «Спортобзор». Сопружеская пара сноубордистов Алена Заварзина и Вик Уайлд взяли три медали на этапе Кубка России. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске. Выступив только в параллельном с лалами, глава семейства завершил первый старт сезона с серебром. Но куда удачно выступила его жена, Алена стала триумфатором соревнований. На двух спусках она взяла две золотые медали. Хоккейный «Сокол» вновь поднялся на второе место в чемпионате ВХЛ. В первом матче выездной серии красноярцы одолели Ариаду. Встреча завершилась со счетом 5-1. Для сибиряков эта победа стала одной из самых крупных в этом сезоне. В субботу пернатые летят в гости к Сарову. Отметим, накануне стало известно о сокращении команд в розыгрыше высшей хоккейной лиги. Из-за прекращения финансирования с чемпионата снялся «Кристалл». В связи с этим домашний матч «Сокола» с саратовским клубом, который должен был состояться 8 декабря, отменен. Изменения произошли и в составе мужской команды баскетбольного «Енисея». Руководство клуба по обоюдному согласию сторон расторгло контракт с американским защитником Майликом Уэнсом. Легионер пополнил состав «Белосиних» летом этого года. В матчах Единой лиги в среднем за игру баскетболист проводил на паркете 17 минут, набирая 4 очка, делав 2 передачи и еще меньше подборов. Именно низкая результативность стала одним из главных факторов прекращения сотрудничества с игроком. Напомним, что в это воскресенье мужской «Енисей» проведет домашнюю встречу с питерским «Зенитом». Начало матча в 17 часов. На этих выходных свои игры проведут и ряд других красноярских клубов. В субботу футбольный «Енисей» сыграет свой заключительный матч в этом календарном году. В «Нальчике» красноярцев принимает местный «Спартак». А вот мужская команда волейбольного «Енисея» игру проведет в родных стенах. В субботу подопечный Юрия Черняка принимает последнюю команду чемпионата «Краснодарская Динамо». Напомним, в эти дни в Доме спорта имени Дворкина проходит предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Там же, на острове отдыха, в субботу на катке «Центральный» состоится праздник по случаю открытия сезона. Для гостей предусмотрена развлекательная программа «Начало» в 17 часов. В завершении организаторы разыграют сезонный абонемент на посещение ледовой площадки. Антон Соркин, Афонтова новости. Сегодня, напоминаю, мы принимаем ваши телефонные звонки и спрашиваем, нужна ли в Красноярске молочная кухня или, может быть, вот эти кисломолочные продукты заменить деньгами. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваше мнение? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я звоню вам в городе Железногорска. Мое мнение такое, что детское питание должны деточки получать в полном объеме, независимо, семья это обеспечена или не обеспечена. Детки у нас все одинаковые. Но самое главное, чтобы осуществлялся контроль над этим детским питанием. Какое они получают? Из каких приготовленных продуктов и качество их хранения? Чтобы у нас не было отравлений, как вот показывали в сюжетах по ТВК. Как оно хранится? И какой там ужас? Конечно, такое не надо. Спасибо большое. Очень важное, действительно, замечание. Мы идем дальше. Мы повернули истории бег. Проект, посвященный столетию Октябрьской революции, начиная театр имени Пушкина. Проект будет идти в течение двух лет. В программе лекции, круглые столы, театрально-поэтические вечера и, конечно, спектакли. Сегодня в театре премьера постановка «Леонид Андреев. Дни нашей жизни». Это спектакль-калейдоскоп, который главреж театра Пушкина собрал из прозы писателя Леонида Андреева. А завтра красноярцам покажут отравленную тунику. Спектакль мастерской Петра Фоменко. Революционная эпоха рассматривается как эпоха, которая разделила Серебряный век от революционного времени, как эпоха единая. То есть, что революция смогла сшить Серебряный век с революционными 20-ми годами. Как из Серебряного века вытекает революция. Утопический, рафинированный, сложный проект Серебряного века постепенно, медленно перетекал в революционную риторику. Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга приехал в Красноярск. Этот визит предварительный. Основной будет, конечно же, в новогоднюю ночь. Но сегодня дедушка встретился с ребятишками, которые пока растут без мамы и папы. Они лично передали ему пожелания о подарках. Наш корреспондент Екатерина Деревянко тоже воспользовалась моментом. Песни, танцы, хороводы и много детей в сказочном ожидании главного Деда Мороза страны. Он приехал в Красноярск из Великого Устюга. Дети из разных городов и деревень пришли сегодня сюда, чтобы попросить о самом важном. Чтобы все были счастливые и все получили подарки. Чтобы всех забрали в семью. Чтобы у них было много подарков, чтобы у них было много сладочек и много счастья. А для того, чтобы желания исполнились, Диме Гаврилову бабушка посоветовала Деда Мороза дернуть за бороду. Он так и сделал. Желаю бабушке удачи и всего наилучшего в новом году. Чтобы у нее исполнилось все ее желания и все, что она загадала на этот год. Баба, я тебя люблю и хочу домой. Для детей Новый Год волшебный и самый долгожданный праздник. И хоть до него еще месяц, стихи все выучили заранее. Что такое Новый Год? Новый Год, мороз и лед. И в танцующих снежинках незаметные пружинки. Вот что значит Новый Год. Всем детям главный Дед Мороз страны приготовил подарки. Каждый ушел с праздника с ледянкой в руке и с надеждой в сердце, что через год Дед Мороз приедет к ним снова. Екатерина Деревянко, Олег Голубин, Афонтова, Новость. У нас есть еще один дозвонившийся. Сегодня мы спрашиваем вас, нужна ли в Красноярске молочная кухня, либо вот выдачу продуктов можно заменить деньгами. Здравствуйте, как вас зовут и ваше мнение? Здравствуйте, меня зовут Артем. У меня такое мнение, что не стоит заменять деньгами, потому что необеспеченные семьи, те, кто вот именно пьющие, они будут эти деньги, скажем, для своих нужд, а не для ребенка. Угу. Ну а как вы считаете, все-таки вот проблема, которая сейчас есть с молочными кухнями, как ее надо решать? Ну, есть они, и стоит так управлять. Ну, просто нужно, наверное, добавить финансирование, да, в данный момент? Да, да. Ну, для того, чтобы... я бы лучше сделал бы, расширил бы их. Наоборот, расширили. Ваше мнение понятно, к сожалению, время наше истекло. Мы сегодня принимали звонки и спрашивали о молочной кухне, нужно ли выдавать продукты или все-таки заменить вот их выдачу деньгами. И абсолютное большинство, 100% к нам позвонившим, считает, что все-таки молочная кухня нужна, и никакие деньги молоко не заменят. Ну, вот такие выводы. Спасибо, что к нам звонили. На этом у меня все новости. Сюжеты нашей программы смотрите на сайте afontova.ru. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Торзок Радиомир. Хорошо звучит. Радиомир.